Всем привет, ребят! Добро пожаловать в прямой эфир, такой спонтанный, не запланированный, но на очень важную, интересную тему. Сегодня я хочу рассказать... Сегодня будет эфир не о питании. Впервые, наверное, за долгое время. Вот, сегодня эфир будет о том, о моём видении нынешней ситуации. Хочу с вами очень поделиться тем, как я справлялась с кризисом в 2014 году, вот, и, как бы, моё мнение, что всё к лучшему. Здесь будет, да, моя личная история, которую я раньше не рассказывала. Здесь такой будет уголок позитива. Я знаю, что сейчас в основном новости просматривают негативные, и это видео, что в Инстаграме, что это Ютюбе не наберёт много просмотров. Но, тем не менее, я уже давно хотела сделать видео на эту тему, но всё никак не соберусь. Сейчас достаточно, несмотря на то, что у нас сейчас в России тоже начался карантин, достаточно много дел. Мы ведём консультации, вот. Напишите, пожалуйста, плюсики в чат, насколько вы меня хорошо видите, слышите. Напишите, из какого вы города, как у вас там обстановка, чем вы занимаетесь на карантине. Ещё раз привет, ребят! Так, ещё раз скажу, что сегодня тема того, как сохранять спокойствие в такие бурные времена, как сохранять позитив, как сохранить гармоничное состояние эмоциональное. Поделюсь своими наработками, своими фишками, вот. И расскажу свою личную историю переживания кризиса и как в итоге всё это, как бы, обернулось к лучшему. Так, ребят, да, вижу плюсик, спасибо. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, как у вас там ситуация, как настроение, чем вы занимаетесь во время карантина. Я попросила в сторис, сделала такую вкладку вопрос и попросила вас поделиться своими хорошими новостями, потому что в любой ситуации всегда есть что-то хорошее. То есть, что эта ситуация, чем вы полезным, может быть, занимаетесь, как вы, может быть, пересмотрели свои взгляды на жизнь, начали заниматься, делать то, что давно откладывали и так далее и тому подобное. С малышами дома муж работает. Москва, привет! Так, напишите мне, из какого вы города. Ну, в общем, начну, наверное, с начала. Да, я так понимаю, что сейчас интернет очень сильно, привет, интернет очень сильно загружен, и поэтому есть немножко задержка трансляции. И я не сразу вижу ваши комментарии. Вот, Подмосковье, город Лобня. Вот, так что всё равно жду ваших комментариев, из какого вы города, как ваше настроение, чем занимаетесь в карантине. Читаю книгу «Сила притяжения» по вашему совету. Ой, здорово! Я как раз, я на своих всегда марафонах и всяких гивах я раздариваю свои книги. И как раз, я очень люблю именно бумажные книги, хотя я читаю онлайн. И я как раз на Озоне, вот ко мне пришла посылка, пойду завтра, наверное, уже её собирать. Вот, я как раз себе тоже заказала книгу «Закон притяжения», я хочу её тоже перечитать. Хотя я её читала неоднократно. И «Закон притяжения» Эстера Джерри Хиггс, она такая очень, на очень-очень позитивная. Вот, и несмотря на то, что я читала все, практически все книги серии, там «Закон притяжения», исполнение желаний, изобилие, деньги, взаимоотношения и там много-много тем. Но вот ещё раз перезаказала себе эту книгу, потому что я думаю, что каждый раз... Я вот вообще фанат перечитывания книг, и особенно, естественно, хороших, которые мне принесли там большую пользу, эмоциональную, информативную. Вот, короче, буду сейчас её тоже перечитывать. И, в общем, хотела рассказать, поделиться своим видением нынешней ситуации. Хочу сказать, что я очень много, достаточно много смотрю, читаю ченнелингов, хотя всегда нужно любую информацию фильтровать. И ченнелинги я начала читать ещё в 2013 году, читаю разную духовную, эзотерическую информацию. Сразу скажу, что... Да, хотела в конце сказать, мне очень нравится, например, канал Натальи Весны, которая практикует рейки, у неё тоже очень много духовной информации. Мне нравится клуб «Всё в тебе». Мне нравится канал Эра Водолея на Ютубе, вот, и сама подписана на разные группы, паблики. И, значит, накануне 2020 года было очень много сообщений прям вот от всех людей, там даже астрологи, нумерологи, эзотерики и, в общем, вот разные люди, кто в той или иной степени связаны с такой не-мейнстримовой информацией. В общем, они говорили, что 2020 год — это год прям очень сильно заряженный, год больших перемен. Двойка в нумерологии, она означает равновесие, баланс, нахождение внутренней опоры. Ноль — это обнуление, как бы убирание старого и присоединение нового, поэтому у меня день рождения 20 ноября 1987 года, и цифра 20 для меня тоже знаковая, очень интересная. Мне она очень нравится. Ну, и сейчас в эфире 20 человек меня смотрит. Жду, присоединяйтесь ещё. Так вот, может быть, поставьте мне плюсики в чат, если вы тоже слышали какие-то, смотрели какие-то предсказания на 2020 год, что это будет год, в общем, такой знаковый, больших перемен и так далее и тому подобное. Поставьте плюсики, если слышали, и поставьте минусы, если для вас это новость. Вот, а я продолжаю, продолжаю, вот. И, в принципе, мне очень сильно откликалась эта информация, и когда вот год наступил, там, январь, декабрь, январь, февраль, даже вот, не, да, январь, февраль, у меня даже были из-за вот этих вот ченнелингов, что вот будут большие изменения, потому что мир не может быть уже прежним, потому что... Ага, вижу ваши плюсики, здорово, спасибо. Мир уже не может быть прежним, что нынешняя система политическая, экономическая, финансовая, то, как общество устроено, отношение общества к экологии, вот это всё загрязнение, постоянное производство товаров, хотя товаров у нас уже просто дофига, вот. Вот, отношение к животным, если бы всё так продолжалось дальше, то, ну, это была бы катастрофа, и нужны, как бы, что в этих ченнелингах говорится, что будет очень большие изменения, и, как бы, мир будет более... В нём будет более комфортно жить, он будет более справедливый, более гармоничный, и так далее, и тому подобное. Будет новая система политическая, финансовая, и другое отношение к животным, к уважительное отношение к земле, к планете, к экологии, и... Так, плюсик, только в 2020 году услышала, город Владимир, половина людей всё равно гуляет на улице, особенно молодёжь, недавно отказалась от соли и сахара, пью 10 лет уже 3 месяца, веган 2 года, дома читаю сейчас, сила настоящего. О, да, это тоже очень классная книга, спасибо вам за комментарий. О, я тоже выходила сегодня на улицу, только за продуктами, вот, и у нас достаточно просто пасмурная погода, и я бы сказала, что всё равно атмосфера на улице достаточно давящая, что ты не сильно там хочешь находиться, ну, по крайней мере, я про себя говорю, что у меня дома в моём комфортном пространстве, мне сейчас гораздо лучше, и я бы сказала, что лично... ну, я об этом ещё позже скажу, что для меня самоизоляция с 2014 года мне... как бы я так... это мой образ жизни, и для меня сейчас, как бы, сложностей сидеть дома не возникает, то есть я прекрасно знаю, что можно очень много чем ценным, полезным заняться, и наоборот, для меня выход на улицу, ну, кроме, там, выхода куда-то в парк раньше прогуляться, да, сейчас, когда парки закрыты, это достаточно стрессово, но вообще, в принципе, выход на улицу, в социум, в магазин, для меня это достаточно большой стресс, потому что очень большая разница, как бы, вибрационная, я много проникаюсь настроениями людей, чувствую, считываю энергетику в помещении, как бы она мне передаётся, и это, короче, не всегда приятно. О, Натали, добрый вечер! Я, наконец-то, собралась сделать такой вебинар о моём ощущении текущих событий, о моём... моём видении, в общем, ситуации, ну, ты сама прекрасно знаешь, что просто моя подружка присоединилась к вебинару, и я очень рада тебя видеть. Добрый вечер! Так вот, исходя из того, что я постоянно читаю эти ченнелинги, смотрю эти предсказания, то, как есть сейчас и как будет, и вот у меня было ощущение, что между то, как есть сейчас, и мир, условно говоря, катится в пропасть, и... но будет намного лучше, будет новая система, и я видела пропасть, каким образом мир будет трансформироваться. И у меня даже были вот в январе-феврале, и я это проговаривала, что у меня были достаточно тревожные состояния. Да, мне они, в принципе, не особо свойственны, это не панические атаки, но какие-то приступы тревожности, что что-то, что-то будет, я не знаю что, но будут какие-то изменения. Вот, и вот тоже были там, типа, как подготовиться, где соломки подстелить и так далее. В итоге не особо мы подготовились, хотя, в принципе, нужно... Я всегда говорю, что нужно искать опору внутреннюю в себе, в своём собственном состоянии. Вот. И когда вот наступило 9 марта, когда вот случилось... Я особо... Я, естественно, я телевизор не смотрю, у нас вообще отключена эта антенна уже много лет. Вот. Но как бы на новостные паблики, я не подписана новости, не просматриваю. То есть... Но всё равно, когда ты особенно... Естественно, я блогер в соцсетях, там просматриваю какую-то предложку, каких-то интересных мне блогеров, и какие-то важные, главные новости ты всё равно услышишь. Вот я услышала вот про вот этот вот обвал рубля и то, что нефть стала дешевле. И вот мне сразу же пришла такая информация, что началось. И с этого дня у меня исчезли тревожные состояния. Вот удивительно. Но я лично пребываю... Ну, в целом, более-менее, конечно, когда выходишь на улицу, там пообщаешься с мамой, вот, или ещё всё равно с какими-то людьми, то немножко в тебя проникает это состояние. Но в целом я понимаю, что изменения начались, вот. И, может быть, сейчас это выглядит как что-то стрессовое, многоэмоциональное. Но исходя из того, что я, в принципе, переживала уже такой опыт и гораздо более жёсткий, я понимаю, что это всё... Как бы изменения начались, и они по-любому к лучшему сейчас очень хорошие новости в том числе и приходят. К сожалению, из-за того, что у людей людьми в основном сейчас эмоция преобладает страх, тревожность и так далее, и так далее, то хороших новостей не сильно заметно. Но я уже могу сказать, что меня очень порадовали новости, что, например, в Венеции очистилась вода, она стала прозрачной, снизился фон этого экологичного загрязнения. То есть земля, она уже... Прошло там, допустим, сколько там в Европе карантин, я не знаю сколько, три недели, месяц, да? И уже настолько земля, благодаря тому, что человечество сидит дома, настолько быстро начала... Ребят, напишите мне плюсики. И у меня было написано, что прямой эфир приостановлен. Напишите мне, пожалуйста, плюсики, что вы меня хорошо видите и хорошо слышите. А у вас тоже была тревога, да. У меня... Я вот... Я была удивлена, что я словила такое состояние. Ну, и они у меня повторялись, мне они не свойственны, но тем не менее такое было. Так, я переживаю, работает ли прямой эфир или не работает. Так что напишите мне, пожалуйста, плюсики, как вы меня хорошо слышите, как вы меня хорошо видите, надеюсь. Ага, всё, спасибо. Спасибо большое. Так вот, уже пошли хорошие новости. Вот эти вот карты, что было такое загрязнение, да, там коричневой области над Италией, над Китаем, а сейчас другие, ну, как бы более чистое. И такое впечатление, что, ну, Земля действительно хочет от нас отдохнуть, от наших эмоций, от нашей, ну, как бы, от нашей деятельности, которая ей очень сильно вредит. Добрый вечер. Вот. И я почему-то вот, конечно, я пребываю в основном в таком удивительно приподнятом настроении, хотя я повторюсь, что, как бы, для меня просто самоизоляция — это мой образ жизни с 2014 года, потому что чем больше ты над собой работаешь, именно эмоционально, энергетически, медитативно, чем больше ты интересуешься вот этой вот духовной, эзотерической, ченнелинговой информацией, тем больше, а вы знаете, что ещё, тем больше у тебя повышаются вибрации, и ты, как бы, меньше резонируешь с просто, как бы, городом, там, мегаполисом и среднестатистическим человеком, и это достаточно тяжеловато, тяжеловато находиться в больших скоплениях людей, в супермаркетах, просто на каких-то активных улицах, в помещениях, оно всё передаётся, считывается, но вы знаете, что сейчас вибрации Земли постоянно повышаются, это называется, можно в интернете глянуть, чистота или резонанс Шумана, проводятся такие исследования, и, короче, будет лучше. Я сама в 2014 году пережила достаточно большой трансформационный кризис, вот, я об этом, ну, я об этом где-то вскользь упоминала в моих видео, что я вообще из Донецка, и сами знаете, что в Донецке произошло, я вообще, ну, как бы, не сильно хотела об этом говорить, на самом деле, потому что это достаточно, ну, такая тяжёлая тема, но мы обсуждали, вот, нынешнюю ситуацию с нашими сотрудниками, вот, и вот одна женщина, наша сотрудница, которая помогает мне с текстами, которая помогает с монтажом, ну, и мы, в общем, концепцию обсуждаем, стратегию и так далее, когда, ну, я сказала, что я из Донецка, и мы это всё переживали, и было намного хуже, и в итоге эта трансформация пошла мне в большой-большой плюс, она прям сказала, вот, вы должны рассказать эту историю, она очень вдохновляющая, люди должны это услышать, но, с другой стороны, я не могу сказать, что там ничего себе, я тоже из Донецка, и сейчас вот проживаю, какие вы молодцы, ой, спасибо большое, что написали, я знаю, что когда я упоминаю, что я из Донецка, и мне всегда те люди, которые тоже из Донецка, из Дуганской, из области, всегда тоже пишут, и, в общем, радуются землячеству, мне это всегда очень приятно, да, и, ну, что я живой человек, тоже живу, то же самое, вижу ту же самую жизнь, вот, сейчас я живу в России, вот, недалеко от Москвы, и в Донецке я не была с 2014 года, вот, так вот, по поводу Донецка, просто вкратце скажу свою ситуацию, просто я, наверное, не сильно хотела её рассказывать, потому что я знаю, что у меня эта ситуация произошла ещё в режиме лайт, я знаю, что люди в гораздо достаточно более тяжёлую ситуацию там попали, и живут до сих пор там, я как бы выехала, я практически не присутствовала при именно уже начавшихся военных действиях, я, например, там не сидела в подвале, к счастью, мой дом не разрушен, но я реально знаю такие людей, которые сидели, я знаю таких людей, у которых снаряд попал в дом, и так далее, и тому подобное, вот, и я бы сказала, я прекрасно помню, как это всё начиналось, начиналось тоже с очень сгущения такого негатива, тоже стало меньше людей на улицах, стало как бы менее приятно находиться в общественных местах, и для меня вот такой вот поворотным моментом было, когда я пошла в Ашан покупать продукты, просто обычно, я вот честно говоря, я не помню, чтобы там вот так вот сметали гречку или туалетную бумагу, но помню, что стояли большие очереди в банкоматы, ну и короче, это было, конечно, всё неприятно, больше из-за эмоционального фона людей, так вот, я пошла в Ашан, это было, наверное, может быть, начало мая 2014 года, и увидела между рядов, по-моему, вот двоих или троих, вот точно не помню, но во множественном числе людей в вот этой военной форме и с автоматами, и всё, для меня это было, для меня это был вообще конкретный поворот, конкретный страх, и вот такое вот чёткое ощущение пришло, что ты не контролируешь свою жизнь, то есть с тобой сейчас, ну у людей автоматы, они заряжены реальными боевыми патронами, они сейчас могут сделать всё, что угодно, и им, скажем так, ничего за это не будет, потому что военное положение и так далее, то есть нету никакой власти, милиции, короче, никто, они могут сейчас делать в Ашане всё, что угодно, как бы захватить там, взять продукты, ещё что-то, и ты ничего не можешь с этим сделать, ты абсолютно как бы обезоружен, не защищён, ну, слава богу, тогда ничего не случилось, то есть я просто очень быстро, я не стала там ничего покупать, я очень быстро сразу же, я так думаю, где выход, я, ну, я так поняла, что они туда просто пришли купить продукты, то есть они не собирались его захватывать, вот, но это было очень неприятно, и вот тогда вот началась эта точка отчёта, мне посчастливилось оттуда выехать, мы практически всё лето жили на Азовском море, у моего тогдашнего парня, у родителей там был дом, такой очень бабушкин домик, такой деревенский, и там было очень много людей, и фон был очень, как бы, неприятный, тоже, ну, люди туда повыезжали, но всё равно это было, как бы, это был не отдых, ты всё равно там постоянно листал ленту новостей, следил там, не попал ли снаряд в твой дом, в дом твоих друзей, знакомых, родственников, вот, так, 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 мы просто тогда не думали, что может быть война, это я про Ашаны, про продукты, да, Наташ, да, вот, сто процентов, мы очень долго пребывали в полной уверенности, что это какая-то, ну, что это происходящее, что это нереально, что мы, ну, что мы живём, как бы, в мирной стране, и то, что происходит, это какой-то сюр, и то, что происходит, оно не выльется в войну, и оно очень быстро закончится, и даже, когда уже начались такие активные военные действия, я помню, вот, заканчивался август, и я помню, что все говорили, ну, вот, первого сентября детям нужно идти в школу, вот, сейчас это всё быстренько свернут, вот, и, ну, короче, всё закончится, всё закончится, и было такое чёткое ощущение у людей, что это ненадолго, а оказывается, вот, с 2014 года прошло уже 6 лет, и эта ситуация там продолжается, к очень большому сожалению, хотя, когда она начиналась, я бы, вот, мне бы тогда сказали, что будет война, будут военные действия, по моему двору будут, где я выросла, мой любимый парк, будут бегать люди с автоматами, будет настолько, там, жёстко, небезопасно, будут падать снаряды, будут жертвы, ну, короче, я бы никогда в жизни этого не подумала, и, если бы мне кто-то сказал, я бы сказала, что это вообще тотальный, полнейший бред, но это оказалось реальностью, ну, в общем, если, как бы, выводить эту ситуацию на позитив, именно на мой собственный опыт, кстати, по поводу новостей, я сейчас увидела новости, что получается, из-за вот этого карантина, я просто увидела новость, что как бы прекращаются войны, но я не поняла, ну, там не было конкретики, но я так поняла, что я, если благодаря карантину прекращаются, или, по крайней мере, замораживаются войны, и для меня это просто шикарнейшая новость, потому что я с детства, вы знаете, у нас очень любят праздновать вот этот вот праздник победы, я, у меня у самой бабушка, как считается, ребенок войны, она работала в войну, много историй рассказывала, но я с детства просто, наверное, это что-то, что-то вот внутреннее заложено, я вообще терпеть не могла ничего, что связано с темой 9 мая, с темой войны, не люблю ни военные песни, ни военные фильмы, я не люблю, не любила никогда ходить в парк ленинского комсомола, потому, на вот это парады эти 9 мая, потому что там постоянно вот эта военная музыка, я не люблю военные машины, там всякие танки, вот эти вот постаменты, для меня это все, это все, я настолько, ну это все дикость, вот, для меня настолько война, это такой, ну это смерти, и никакая человеческая жизнь не стоит того, точнее, никакая идея не стоит того, чтобы как бы ложить на нее драгоценную человеческую жизнь, вот, это моя личное ощущение, пока не стреляют, это я про карантин, о, вот, хорошая позитивная новость из Донецкой области, вот, не знаю, ребят, напишите, какое у вас отношение к вот этой всей военной тематике, насколько вам близко или не близко мое мнение, вот, просто я делюсь, что с детства мне это было вообще любая тема, вот, как и начинается восьмое, девятое мая, там начинаются вот эти вот фильмы по телеку, и хоть я ребенок, выросший в телевизоре, с телевизором, вот, возвращенный телевизором, я у меня всегда это было, лучше пойду погуляю или почитаю, я не могу это смотреть, просто настолько это низкая неприятная энергетика, вот, если выводить эту тему в какой-то позитив, я бы сказала, что да, был очень большой стресс, я тогда работала на Донбасс-арене, и у меня была удаленная работа, но она была достаточно, ну, мне не сильно приятная, и поэтому я работала как бы частично, не полностью, ну, короче, на Донбасс-арене у нас там был очень классный приятный коллектив из молодых ребят, и мне очень было жалко потерять эту работу, и с этой работой я до сих пор общаюсь вот с одной девочкой, со своей подружкой, которая живёт в Питере, и, ну, то есть люди нежданно-негаданно потеряли там и жильё, и работу, и так получилось, что я оттуда выехала, и в итоге так получилось, что я не планировала выезжать в другую страну, но как бы так получилось, что я начала свою жизнь заново в России. Вот. Это как бы отдельная история, как так получилось, это связано с личными отношениями, но в общем, когда я сюда приехала, не было ни работы, ну, как бы ни друзей, ни знакомых, все поразъезжались, и пришлось начать свою жизнь заново, но как бы с другой стороны вот это вот вынужденное время, когда я сидела без работы, действительно у меня появилось больше времени не заняться своими интересами. Я тогда очень много читала ченнелингов, что ну, как бы земля обновляется, что все это к лучшему, хотя ну, на тот момент как бы верилась с трудом, было очень тяжело читать новости о том, там, как разбомбили, там, горит мой ДК, дворец культуры, куда я все детство проходила, заниматься танцами английским и так далее, как ну, в этой местности происходит полнейший упадок в моей, там, где я выросла в этих местах, как бы, и у меня было еще ощущение, что я в книге или фильме «Унесенные ветром», когда там тоже произошла война, я очень люблю, кстати, эту книгу, и люди начали свою жизнь заново, вот, и это время без работы в поисках себя, оно очень много во мне поменяло, я стала изучать, мы, мы, перешли, мы решили, что по опыту Донецка не нужно как бы заниматься работой оффлайн, куда-то ходить гораздо безопаснее и приятнее заниматься работой онлайн, начали себя изучать, искать в этой теме, то есть работать удаленно, потому что те, кто из моей, из моих друзей, те, кто уже работал удаленно, и я на тот момент, тоже у меня была подработка удаленная, в этом я ощущала, что в этом есть какая-то опора, но несмотря на то, что я не сохранила свою удаленную работу, я с того момента, ну, можно сказать, что я изучила столько новой информации и про питание, и про эзотерику, и про как работают соцсети, как продвигать себя в соцсетях, я научилась видео монтировать, я узнала, как его выкладывать на ютуб, там, как проводить вебинары, как общаться с людьми, то есть я получила, ну, мне это все было интересно, но я настолько моя жизнь изменилась, и я столько изучила информации, столько приобрела опыта, что никогда бы в жизни у меня бы такое не случилось, продолжаясь бы ситуация в Донецке, если бы я продолжила жить в Донецке, жить, вот так же жить и работать. Плюс ко всему, когда я выехала, как бы вынуждена оттуда и стала жить самостоятельно, как бы без надзора родителей, мамы, я сразу же мне удалось изменить свое питание, если бы я продолжала жить с мамой, мне было бы вообще это очень сложно, то есть, ну, скажем так, я, когда я переехала вынуждена в новое место, я находилась в самоизоляции, точно так же, как и мы все и вы находитесь сейчас, но для меня этот опыт абсолютно не новый, я говорю, ну, как бы говорю, что самоизоляция это сейчас мой образ жизни, хотя я понимаю, что он, как бы, не сильно здоровый, вот, что нужно побольше выходить в свет, но самоизоляция это тот момент, когда ты заново находишь себя, когда ты начинаешь делать действительно то, что тебе интересно, ты начинаешь изучать, что тебе интересно, ты начинаешь делать то, что ты давно откладывал, полезное, и, кстати, я вот выложила, у меня на сайте выложен свободный доступ, мои восемь вебинаров по питанию, там прям, ну, очень четкая, структурированная информация, вы просто не думайте, что если эти вебинары бесплатные, значит, в них вода, в них ничего там ценного нету, они были платными, я их проводила, вот, как бы, онлайн для людей, но я, они уже давно лежат в открытом доступе, и по здоровому рациону, и как избавиться от пищевых зависимостей, как похудеть, и так далее, это абсолютно бесплатно, на моем сайте Джулия Леночкина, вкладке полезные материалы, там также полезна моя практика, йога-практика исполнения желаний, легкая хатха-йога под аффирмации, очень позитивные, так что обязательно посмотрите, как бы, чтобы вам тоже на самоизоляции, на карантине было чем полезным заняться, потому что это самоизоляция, это очень большой трансформационный трансформационный вот, и сейчас вы очень много можете узнать о себе нового, можете поменять профессию, поменять занятость, та, которая вас тяготила, вам не нравилась, сейчас вы можете начать искать себя, погрузиться в себя, заняться изучением полезной информации, общаться, избавиться от спешки, от суеты, что всё время нужно куда-то бежать, зарабатывать деньги, там, на айфоны, на что-то, на то, что не, на самом деле не имеет большой ценности, вот, общаться со своими друзьями, с родственниками, с животными, вот, и, короче, вот для меня такая вынужденная смена места жительства, отсутствие на новом месте друзей, знакомых, работы, с одной стороны, это очень стрессово, но, оглядываясь назад, я понимаю, что это для меня просто была огромнейшая точка роста, получается, я, вот, в 2014 году, где-то в июне я выехала из Донецка, какое-то время мы жили, вот, в этом деревенском домике на Азовском море, потом, несколько раз мы ездили в Киев, в октябре, в начале октября 2014 года я села на поезд и переехала в Россию, жить, и, получается, это было 9 октября, когда я сюда приехала, и благодаря вот этому большой, вот этой вот внутренней работе, уже в следующем месяце, 8 ноября, кажется, я, у меня был очень большой запрос изменить моё, моё питание, потому что у меня был, ну, вы знаете эту тему, что у меня был хронический гастрит, и вот в связи с этой всей ситуацией, как бы, гастрит этот только обострился, и я перешла на сыроедение, просто вот этот толчок в виде вынужденного переезда, войны в Донецке, поиск себя, как бы, это негативный пинок, но он мне дал прям, ну, просто очень много в жизни, как бы, изменил мою жизнь полностью, я рада, что, и я рада, что я, как бы, скажем так, ухватилась за этот шанс, и очень много, как бы, изменила свою жизнь в плане питания, в плане общения, в плане поглощения информации, очень много изучала, и изучаю нового, и, оглядываясь назад, я смотрю, что, вот, этот, скажем так, очень большой кризис, когда ты не знаешь, у тебя нет работы, ты не знаешь, что будет завтра, для меня, и для многих людей, обернулся только в плюс, вот, и я надеюсь, что этот мой спич мотивирует вас тоже смотреть позитивно на нынешнюю ситуацию, хотя, казалось бы, когда вокруг всем людям, остальным кажется, что это только сплошной негатив, но это для вас может быть очень большой точкой роста, разворота внутри, внутрь себя, посмотреть, чем я действительно хочу заниматься, что мне интересно, как я хочу вообще, где жить и как проводить свою жизнь. Так, ребят, читаю ваши комментарии и потом перейду к таким конкретным советам, как не вовлекаться в эту истерию, в этот негатив и сохранять своё внутреннее душевное спокойствие и конструктив. В детстве праздник через 9 мая оказался чем-то вроде наследия прадедушка ветеран войны, но после событий Майдан Украина Крым больше появилось отторжение к самому наличию таких праздников. Да, 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 я согласна с вами полностью. Марта Флауэр, Юля, ты прелесть. Спасибо вам большое. Так, так, как спасти планету от паразитов людей самому не быть паразитом и давать такой пример окружающим. Йогу твою люблю очень. Я очень рада, пожалуйста, ей занимайтесь, она в открытом доступе, она действительно очень классная и очень помогает сконцентрироваться, настроиться на позитив, на вот это то, что сейчас очень сильно нужно. Узнала, как я не люблю готовить. А, по поводу готовки хотела тоже вам рассказать такую историю. Если у нас здесь не получается сейчас, ну, я не знаю, насколько вы часто заказываете доставку, мы не часто, потому что, ну, как бы, все в округе кафе, вообще практически ее не заказываем, потому что все в округе кафе доставки это пицца, суши и, короче, всякая фигня, которую мы не едим. Вот, но есть одно место, гипермаркет Globus, ну, это для тех, кто живет недалеко от Москвы, вы, может быть, об этом знаете, там очень большой веганский отдел, и там классный фудкорт, там всегда есть, там даже есть пометки веган, хотя они часто неправильно, ну, как бы, они не сильно понимают пока что, кто такие веганы, но тем не менее, в общем, там всегда есть постное меню, там всегда есть какой-то суп, есть даже постные блинчики, какая-то там гречка, есть салат-бар, в общем, к чему я это рассказываю, что я очень любила ходить туда в этот фудкорт, но, потому что там очень большое пространство, там где-то радиус от тебя, там в 10 метрах никто не сидит, и мне это лично очень приятно, потому что я не люблю большие скопления людей из-за того, что сильно передаётся как бы эта вибрация, энергетика, это не сильно приятно, вот, но, к сожалению, когда в последний раз мы там были, вот сейчас эфир сегодня 30 марта, мы там были где-то в среду 25-го, и несмотря на то, что там есть люди, и на тот момент этот фудкорт ещё работал, сейчас уже не работает, вот, когда мы там поели, я заказывала себе вот эти постные блинчики, там, по-моему, был перец постный, но настолько я заметила, что у людей, которые вот на раздаче, там, женщина, которая выпекала эти блинчики, настолько у людей было такое подавленное настроение, что мне потом было, в этот вечер мне было плохо, я плохо спала, хотя обычно, ну, как бы я ем эту их еду, и мне нормально, ну, конечно, лучше всего сыроедное, вот, по энергетике, но, как бы мне было нормально, но вот в этот вечер я плохо очень спала, проснулась очень рано, в очень раздражённом состоянии, и целый следующий день мне было энергетически, физически плохо, я поняла, что лучше я буду готовить себе сама дома, ну, то есть я и так готовлю, но и сейчас как бы некуда пойти, но я не буду заказывать доставку, даже если там есть что-то постное, потому что очень сильно прямо сейчас сгустилась вот эта энергетика, и лучше я буду еду готовить сама, какую-то самую простую, но в моём позитивном, приятном пространстве. Так, у меня тоже такое состояние постоянное, что нужно куда-то бежать и зарабатывать. Так, 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 Юля, многие из ваших близких поддаются панике и верят случайности эпидемии. Ну, я, у меня не такой уж большой круг общения, в целом, вот, мои друзья и мои сотрудники, они в той или иной степени сохраняют позитив, бодрость, конструктив и понимание, ну, более широкое понимание того момента, который сейчас происходит. но, например, моя мама, она такой паникёр, и я сейчас, несмотря на то, что я с ней разговариваю, но я стараюсь вообще по минимуму углик, там, как бы, любые темы такие затрагивать, говорить о чём-то там, приятном, весёлом, о каких-то книгах, сериалах, я не знаю, о еде, ну, о чём-то, что у нас с ней есть общее, и то, что не касается нынешней ситуации, потому что её состояние, её тревога мне очень передаётся, я её, конечно, хочу подбодрить, но её просмотр регулярной новостей это её выбор, и я ничего с этим не могу сделать, просто ей нужно самой прийти к тому, что это нужно прекратить. Так вот, пришли мы к моим рекомендациям, что сейчас лучше всего делать, как сохранять позитив, конструктив. Первое, конечно же, не смотреть новости, не выключить телевизор, отписаться от новостных лент, отписаться от блогеров, которые вроде раньше были классные, интересные, про что-то рассказывали, а сейчас начали хайповать на этой теме, потому что, понятное дело, когда ты называешь вот этот вирус, я даже, честно говоря, не хочу произносить это слово, потому что оно очень низкое, вибрационное, вот, они начали хайповать, и понятно, что люди ведутся на это, это просматривают, всё, я отписалась даже от блогеров, которые мне раньше были приятны, но сейчас, когда они распространяют вот эти вот негативные новости, негативные свои переживания, всё, как бы, извините, до свидания. дальше, с родственниками, друзьями, не ввязываться в споры, дискуссии, просто если они скажут своё мнение, просто послушать, и ладно, переводить тему на что-то, на что-то приятное, то есть, в любой ситуации есть приятные моменты, и сейчас, я их уже назвала, что люди могут заняться, общаться с семьёй, узнать своих детей, больше, там, как бы, общаться с родственниками, заниматься английским, заниматься дома, там, йогой, спортом и так далее, какие-то новые науки изучать, вот, и с теми людьми, с которыми вы слышите, что идёт вот такая вот дискуссия, там, как всё плохо, и всё пропало, и так далее, всё просто выходить из этой беседы, любыми, любыми способами. Дальше, ну, конечно же, сейчас избегать скопление людей, даже просто потому, что от них передаётся вот эта вот энергетика. И, естественно, стараться, ну, вот, как люди скупают, там, сахар, я не знаю, там, муку, сахар-муку, чё там ещё, короче, подсолнечное масло, ну, вот эти вот все, ну, скажем так, далеко не здоровые продукты, сейчас как раз есть возможность, чтобы у тебя была чистая голова, чистое сознание, постараться питаться максимально здоровой едой, конечно же, проводить голодание, проводить чистки, сейчас вы дома, и можно этим заняться, как бы более тщательно подойти к своему, к своему телу, более внимательно его послушать, что оно хочет, и к тому же, чем более здорово вы питаетесь, тем лучше работает мозг, и если вы будете себя ограждать от вот этой негативной информации, настраиваться на конструктив, на позитив, который тоже происходит, и сейчас есть люди, которые, ну, там, сейчас появился запрос, там, например, на высокий иммунитет, люди начали интересоваться медитацией, больше йогой, онлайн-образованием, то есть, сейчас где-то идет спад, но обязательно где-то идет рост, и нужно концентрироваться на этом, что где-то есть рост, что люди сейчас активно с собой занимаются, развиваются, и как бы присоединятся к конструктиву и позитиву, вот, конечно же, энергопрактики, медитация, просто сто процентов, супермощная, гармонизирующая практика, состояние, потом, если вы ходите на улицу, помещать себя в кокон света, чтобы столб света представлять, там, допустим, ну, как вам пойдет, какая практика, представлять себя в крыльях ангела, ну, в общем, максимально создать вокруг себя такую плотную светлую ауру, чтобы к вам вот этот вот уличный негатив не прилипал. То, что вот очень сильно фильтровать контент, вот сейчас больше есть у людей свободного времени, и прям очень-очень важно скачайте какой-то, посмотрите полезный фильм, какой-то благостный, не фильм ужаса, а какой-то приятный, который вызывает у вас приятные эмоции. Для меня это, например, Гарри Поттер. Я просто очень большой фанат этой книги. Она мне тоже очень сильно помогла и в подростковом возрасте, и в школе пережить такие трудные, тяжёлые времена, связанные с моей семейной обстановкой, с девяностыми. Вот. Так что наши мамы, бабушки переживали похуже ситуации. Сейчас у нас всё есть, еда есть, гаджеты есть, вся информация мира, пожалуйста, у вас в телефоне. Я бы порекомендовала сейчас смотреть что-то приятное, там, юмор, например, сериал «Друзья». Просто офигенный, классный сериал, очень душевный. Я не знаю, подписаться на каких-то юмористов, на стендаперов, на тех людей, которые несут в мир какой-то позитивный взгляд, добро, ну, кроме, допустим, тех перечисленных спикеров, которые вещают как бы более духовно, эзотерика, можно подписаться на что-то приятное, земное, там, например, вот мне нравится такой, такой человек, как Александр Гудков, очень весёлый, приятный парень, и, ну, рада видеть всякие, с ним там разные скетчи, в том числе, и на тему самоизоляции и так далее, вот. так, читаю ваши комментарии, очень люблю вас, спасибо большое, что вы мне пишете, очень приятно, вы очень здравомыслящий человек, спасибо вам большое. Есть смысл в групповой медитации до 15 тысяч человек? Конечно, но дело в том, что вам не нужно, да, смысл в этой групповой медитации есть, и он очень большой, но вам не нужно ждать какого-то определённого времени, чтобы послать вибрации, добра, позитива, помощи нашей планете и вообще людям в целом, людям, животным, природе, нашей планете в целом, вы можете это сделать просто прямо сейчас, прямо сейчас пожелать планете, людям добра, спокойствия, гармонии в любой форме, любыми способами, вам не нужно ждать какого-то определённого времени, когда будет эта медитация, потому что, ну, как бы, есть пространство, которое существует, вот это вот поле, оно существует вне времени, вне местоположения, и ваша мысленная деятельность, направленная на конструктив и на позитив, на пожелание благости другим людям, всем существам и в целом планете, она будет помогать в каждой точке времени, то есть, вы это можете сделать прямо сейчас, вот, прямо сейчас, через 5 минут, через 10 минут, лажаясь перед сном, там, я не знаю, кушая за завтраком, там, занимаясь йогой, вечером, ну, в общем, в любое время суток, чем чаще вы это будете делать, тем лучше, и, конечно же, не забывайте о людях, о животных, которые находятся рядом с вами, есть люди и животные, и, то есть, ну, скажем так, не гребите только под себя, не выносите эти пакеты гречки из магазина, потому что, допустим, вы вынесете, заберете последнее, а какая-то бабушка придет, не обнаружит там гречку, и ей будет от этого значительно хуже, чем вам, понимаете, вот, так что, больше обратите внимание сейчас на мир, на окружающих людей, на животных, помогайте очень активно животным, потому что, вот, например, сейчас я помогаю приюту, который находится в Ярославле для котов, и, вот, основательница этого приюта говорит, что сейчас у них очень сильно просели донаты, просто люди настолько, ну, как бы, закрылись в себе, что уже не обращают внимания на тех существ, которым эта помощь, ну, которые живут в гораздо худших условиях, кому эта помощь сейчас будет прям, ну, вот, очень сильно актуальна и важна, так что, смотрите вокруг, кому вы можете помочь, может, просто выйдите, высыпьте, там, корма голубям, покормите котов на улице, посмотрите, кому, кому, кому у вас есть сейчас желание помочь, есть, например, вот эти вот корзины помощи в супермаркетах, когда вы можете купить, там, крупу какую-то, гречку, там, подсолнечное масло и положить в эту корзину, чтобы эту еду раздали более, намного более нуждающимся людям, так что, как бы, тоже не концентрируйтесь только на себе, а смотрите, кому вокруг вы можете помочь, потому что, ну, вы таким образом все эти добро, мир, это зеркало, и вам по карме ваше добро вернется просто сторицей в десятикратном, стократном размере, это просто проверено, перепроверено неоднократно. Так, ребят, я вижу, что время заканчивается, сейчас час мой будет заканчиваться, и я очень прошу вас, раньше никогда не просила, очень прошу вас, я когда выложу это видео на YouTube, поделиться этой информацией, поделиться этим вебинаром, потому что сейчас просто засилье вот этих вот темных панических новостей, и вот вебинары, которые настраивают на информацию, которые настраивают на конструктив, на позитив, что всё к лучшему, и сейчас земля меняется, и вы потом спустя время увидите, что это были изменения, необходимые к лучшему, короче, такой информации сейчас очень мало, и я вам буду очень благодарна, если вы поделитесь этим видео у себя с друзьями, у себя в соцсетях, просто давайте распространять не панику, а позитивную, добрую информацию, и в любой ситуации находить что-то хорошее. Да, очень крутой фильм «Гарри Поттер», ну, в принципе, я свой спич закончила, если у вас есть какие-то вопросы, что-то хотите мне сказать, поделиться, то пишите, пожалуйста, в комментарии. Юля знакома с кармическим менеджментом, да, я как раз об этом говорю, Майкл Роуч, кармический менеджмент, алмазный огранщик, это просто очень любимые мои книги, карма любви у Майкла Роуча еще есть, то есть идея того, что если ты хочешь что-то от мира получить, ты должен туда вначале это дать, это что-то хорошее дать, это просто вот просто очень простая, но гениальная золотая идея, которая просто сто процентов работает. Фильм Поляна очень хороший вариант, учимся практики, находить радость в любой ситуации, да, еще классный фильм «Заплати вперед» с Кевином Спейси. Так-так-так, очень похоже на принцип защиты жизни, что вы говорите, очень благие мысли. Спасибо вам большое, сейчас тоже изучаю эту тему. Ребят, пишите что-то думаешь про анунаков, честно говоря, ничего про них не думаю, как бы не изучаю эту информацию сейчас. Вы очень приятный, чистый человек, приятно слушать вас. О, Феликс, вот это это то существо, которое очень любит на самом деле внимание. Видите, как он специально уселся рядом, чтобы вас тоже поприветствовать и чтобы обратить на себя внимание. Это наш блогер. Так и знала, что он здесь появится. А с чего бы начать чистку кишечника? У меня есть очень большой вебинар в полезных материалах про чистку кишечника, так что, пожалуйста, вебинар бесплатный, смотрите там все способы, которые есть, я изложила. Так, ребят, всё, наверное, это всё, что я хотела вам сказать. Очень прошу вас шерить это видео, поделиться ими с друзьями, там, сделать репост у себя в соцсетях, потому что сейчас действительно просто засилье этой негативной информации и очень надеюсь, что мой опыт, мои рекомендации помогут всё-таки какую-то часть на данный момент людей настроить на позитивный, на конструктивный лад, и что это всё к лучшему. Вот. Спасибо вам за внимание и до встречи в новых видео.